Такая цифра стоит и в постановлении, подписанном Коноваловым. Вот она, 90 миллионов. Список получателей маловат. Нет в нем, например, Черногорска. Радостная информация про 416 миллионов из Москвы и про усиленный аванс муниципалитетом красуется на сайте правительства. Там же указана дотация районам 140 миллионов. По телефону Серый дом объяснил нестыковку с тем, что назвал общую финансовую помощь. И Москвы, и Хакасии. И якобы дотации и субвенции из резбюджета в документе просто не указаны. Это и есть недостающие 50 миллионов, и деньги по адресатам разошлись. Но, со слов муниципалов, на счета они никому не пришли. А вот федеральные деньги сразу ушли на погашение долгов по зарплатам в селах. А финансов на содержание администрации, библиотек, спортивных объектов и техперсонала уже не хватило. Долги перед поставщиками и энергетиками тоже висят мертвым грузом. Мне пришла информация о том, что меня с резбюджета отличает ряд школ. Там на сумму более трех миллионов рублей. Гарантийное письмо написал, что до 20 января как бы эту задолженность закрою. Но гарантий никакой нет. А я когда встречался с Коновалом на прошлой неделе, он сказал, что я на разблокировке денег у меня нет. Еще глава Аскизского района поделился, что на закрытом совещании в Хакасии полпред Сергей Миняйло напрямую договорился с муниципалами, что те подготовят ему письмо, где честно расскажут про все свои долги. Вероятно, Миняйло сомневается, что услышит правду от правительства республики. Кстати, на вторую добавку из Москвы, обещанную губернатором, чиновники рассчитывают. Но как-то не уверены. Ну, конечно, ждем. Ждем и найдем. То есть, я думаю, наши ожидания в республике Хакасия будут оправданы. Надо быть оптимистом. Продолжение следует...